Лидеры оппозиции из многих стран искали поддержку в Вашингтоне и получали ее, но у помощи американцев есть цена. В надежде на деньги и оружие от США и их союзников, сирийская оппозиционная коалиция избрала на пост главы Временного правительства американского гражданина Гасана Хита. Мы должны взять ситуацию в свои руки. Мы обязаны действовать. Гасан Хита – сириец по происхождению. До недавнего времени жил и работал в Техасе, руководил IT-компанией. Может, Вашингтон и дал ему добро на формирование нового правительства в Сирии, но даже сирийцы, выступающие против Башара Ассады, говорят, что вместо того, чтобы объединить страну, Гасан Хита сеет еще больше разногласий. Чтобы сформировать правительство, с которым Гасан Хита найдет общий язык, ему нужно будет привлекать людей из-за границы. И эти люди не в курсе того, что происходит в Сирии. До выборов я даже не слышал его имени. Выборы премьер-министра и формирование правительства казались чем-то нереальным. Для США иметь правительство, которое в долгу у Вашингтона, может быть весьма выгодным, как в случае с нынешним ливийским руководством. Нынешний политический строй в Ливии установлен в основном с помощью США, и они берут плату за это сполна. США и Европа получили то, что хотели. У Ливии стратегически важное географическое положение. А сейчас появился и свободный доступ к ливийской нефти, в отношении которой при Каддафе проводилась политика национализации. В течение многих лет США поддерживали оппозицию в другой богатой нефтью стране, в Венесуэле, в надежде, что она придет на смену Уго Чавесу. Энрике Каприлис, похоже, идеальный кандидат для Вашингтона. В бюджете Госдепартамента на 2014 год есть положение о выделении более трех миллионов долларов венесуэльской оппозиции. Правое правительство в Венесуэле во главе с таким человеком, как Энрике Каприлис, может помочь США вернуть влияние и доминирующее положение в регионе. Вашингтон нередко приглашает в гости видных лидеров оппозиции. Из Кубы или Китая лейтмотивом встреч звучат слова о соблюдении прав человека. Я изучаю Конституцию США и Декларацию независимости, чтобы сравнить их с законами Китая. Это поможет мне в будущем усовершенствовать китайское законодательство. Но в отношениях Вашингтона с оппозиционными движениями в разных странах отмечают и другой мотив. Изучив тысячи сообщений американской дипломатической корреспонденции, могу сказать следующее. США пытаются наладить контакты с оппозицией, повлиять на неё, отчасти для того, чтобы нарушить её целостность, и отчасти, чтобы не остаться неудел в случае смены политического режима. При всём этом, не всякая оппозиция, подвергающаяся репрессии, может рассчитывать на помощь Вашингтона. Например, США не бросаются освобождать представителей оппозиции в Бахрейне, осуждённых на пожизненное заключение за участие в протестах против властей. В Персидском заливе у берегов Бахрейна располагается пятый флот США. Так что Вашингтон достаточно избирателен в том, чью оппозицию поддерживать. Из Вашингтона я Гайнащичекен.